Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Какими событиями запомнился сегодняшний день, я расскажу вам прямо сейчас. Крымчанам придется платить еще больше. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги снова возрастут. Идет поэтапное, постепенное повышение тарифа два раза в год. Опасно для жизни. Здание Симферопольской поликлиники номер 3 в центре города трещит по швам. Кто и когда займется его ремонтом? Еще 2-3 года, мы здесь просто, фасад это просто обрушится. МВД опубликовала полный список установленных в Крыму стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Перечень адресов можно узнать на сайте ведомства. В общей сложности в него попало 130 камер. Также объявлена и дислокация систем. Впрочем, она будет меняться ежемесячно, подчеркнули в министерстве. Комплексы будут задействованы с 7 утра до 19 часов в Керчи, Симферополе и районе, Евпатории, Алуште, Бахчисарае, Белогорском районе. В список попали и 18 передвижных комплексов, установленных на трассе Таврида. Одно из главных нарушений, фиксируемых ГИБДД в Крыму – выезд на полосу встречного движения в запрещенном месте. Этот же незаконный водительский маневр – основная причина аварии, зачастую с летальным исходом. Накануне на заседании Госсовета в Кремле свое отношение к установке систем фото- и видеофиксации высказал президент Владимир Путин. Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимаются, знали, услышали. Цель их установки – это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. 1 июля в Крыму вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения, которые будут действовать до конца 2019 года. А вот стоимость газа в баллонах выросла уже в июне. В Государственном комитете по ценам и тарифам рост цены связывают с реализацией плана, который позволит республике перейти на общероссийскую модель ценового регулирования. Однако крымчане с такими изменениями мириться не хотят. Подробнее в нашем следующем сюжете. По официальным данным за электроэнергию, с 1 июля крымчане будут платить в среднем на 30 копеек больше за киловатт-час. За потребление ресурса выше норм и тариф останется неизменным – 5 рублей 3 копейки. Если к двухэтапному повышению стоимости услуг ЖКХ на материковой части России жители еще хоть как-то привыкли, то крымчане к изменениям пока не готовы. У меня зарплата 11 500. Как я должна жить? И у меня двое детей. Как я должна жить? Хотя бы так же оставили, как и было предыдущее. Но не повышать. Это все повышаем, повышаем. Мы к чему придем, только я не знаю. Пенсия у людей маленькая, не только у меня, а у многих людей маленьких, у стариков. Я даже не знаю, как люди будут выживать. Мы обещали, что две ТЭЦ построят. Сам этот, ну, министр говорил, что в Крыму эта энергия понизится. Я не вижу этого. Тяжело жить было нам всегда. Всегда было тяжело жить. Всегда зарплаты не хватало. Всегда наши люди как-то выкручивались. Будем выкручиваться и в этот раз что делать. Стоимость баллонного газа, в отличие от электричества, уже выросла. А вот цена бытового для тех, кто будет потреблять до 3,5 кубометров в год, за 1000 кубов обойдется более чем в 5000 рублей. Сегодня для Крыма действует система особой дифференциации электроэнергии. Времена блэкаута подготовили полуостров к жесткому и нормированному потреблению энергоресурса. Поэтому и тарификация распределена по категориям населения и по количеству использования электричества. Специально для того, чтобы было экономно, понятно и проще оплачивать, была введена система, которая подразумевает трехступенчатую расценку. До 150 кВт-час с 1 июля 2019 года тариф будет стоить за киловатт 3 рубля 4 копейки. Действует план, который был утвержден Советом министров Республики Крым и согласован Министерством топлива и энергетики Российской Федерации. Вот в рамках этого плана идет поэтапное, постепенное повышение тарифа два раза в год. Потребители, расходуемых более 800 кВт электроэнергии, ожидают неприятные сюрпризы в виде увеличенного тарифа, за 1 кВт которого крымчанам придется отдать порядка 5 рублей. Анна Беляева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Симферопольская поликлиника номер 3, расположенная в центре крымской столицы, на улице Гоголя, разрушается прямо на глазах горожан. С крыши на тротуары сыпется штукатурка. На стенах видны трещины. Ремонт здания не проводился еще с советских времен. Как в аварийном помещении удается лечить людей? Кто и когда займется ремонтом? Ответы на эти вопросы узнавала Мария Моссур. Это Симферопольская поликлиника номер 3. Медицинское учреждение находится в здании бывшей гостиницы «Северная», построенной еще в начале 20 века. С приходом советской власти гостиничные номера превратились в кабинеты, а само здание в детскую поликлинику. Последний капитальный ремонт медицинского учреждения проводился еще в советское время. Отсюда и причина его аварийного состояния уже в нашем 21 веке. Здание поликлиники соседствует с телекомпанией ТВ, и сотрудники канала являются невольными свидетелями происходящего. Улица Гоголя – центр города, где всегда многолюдно. Но проходить по тротуару вдоль поликлиники горожане опасаются. В любой момент на голову может что-то упасть. Полгорода в таком состоянии. Не только здесь боимся ходить. Боимся, но ходим, потому что надо. В настоящее время здание является объектом культурного наследия, поэтому ремонтировать фасад руководства медицинского учреждения согласно закону самостоятельно не может. Приходится лишь обращаться в соответствующие инстанции. Одна из них – Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма. Учитывая это, мы неоднократно, многократно, уже на протяжении 5-6 лет пишем письма в комитет по культурному наследию о том, что здесь крайне необходим ремонт. Для того, чтобы провести ремонт, необходимо сделать проектно-сметную документацию. Для того, чтобы сделать проектно-сметную документацию для памятники архитектуры, нужны очень большие средства. Многолетняя переписка руководства поликлиники и комитета все же дала свои положительные результаты. Помещение было включено в адресную программу по капитальному ремонту. Это значит, что комитету по охране культурного наследия Крыма должны были выделить ни много ни мало – около 18 миллионов рублей на создание проекта и проектно-сметной документации. Это было запланировано на 2019-2020 год. Но по каким-то причинам в январе 2019 года мы вдруг обнаруживаем, что нас из этой программы как бы убрали. Позже поликлинику вновь в программу включили. Но уже по новому плану разработка проектно-сметной документации запланирована на 2021 год. А пока фасад здания продолжает разрушаться. До 2021 года, представьте себе, пока нам выделят деньги, пока будет разработана проектно-сметная документация. Это уже не будет 2021, это уже будет следующий год. А еще 2-3 года мы здесь просто… фасад это просто обрушится. И не потому, что мы не хотим, или там министерство не хочет, или там Совмин. А вот такие обстоятельства. Идет переписка. Руководство поликлиники, болеющее за нее всей душой, оказалось бессильно, столкнувшись с бюрократическими проволочками чиновников. Приходится спасаться своими силами, проводя внутренние работы, чтобы хоть как-то поддерживать помещение. Никому нет дела и до того, чтобы оградить здание ленточками, чтобы люди могли обходить опасные участки. И это только минимальные правила безопасности, не говоря уже о том, как должно быть в идеале. Пример этом – устроющееся здание кукольного театра возле Госсовета Крыма. За комментарием по данному вопросу наша съемочная группа обратилась в Комитет по охране культурного наследия Крыма, где нам порекомендовали обратиться в Министерство здравоохранения Республики. Здание гостиницы «Северная» является объектом культурного наследия регионального значения и находится в ведении Министерства здравоохранения РК. Пользователь – Симферопольская поликлиника номер 3. По всем заданным вопросам рекомендуем обратиться в Минздрав Крыма. В свою очередь, Минздрав перенаправил нас снова в Комитет, аргументируя это тем, что ответственным в решении данной проблемы является Комитет по охране культурного наследия Крыма. Ответственным исполнителем за исполнением работ является Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым. В связи с вышеизложенным, Министерство рекомендует обратиться за комментариями в Госкомитет. В свою очередь, Комитет обращает внимание. Он хоть и ответственное учреждение, но инициатором должен выступать только Минздрав. Вот и получается, что пока в кабинетах чиновников не могут определиться, кто и за что несет ответственность, и переводят друг на друга стрелки, люди каждый день подвергают своей жизни опасности, проходя мимо разрушающейся поликлиники. И это не единственное подобное здание в центре города. Продолжение темы в наших следующих выпусках. Мария Моссур, Артур Добряков, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Судебные приставы Крыма подвели итоги работы ведомства с начала года. Гордиться есть чем. Ведь количество должников в республике снижается. Однако суммы взысканий становятся все больше. Руководитель ФССП Игорь Рудаков уверен, это следствие роста эффективности службы и регулярного проведения приемов граждан, где самые сложные вопросы решаются в ручном режиме. Все чаще люди стали обращаться за помощью и приходить на приемы граждан к судебным приставам. В руководстве ФССП уверены, ведомство заручилось доверием у крымчан, ведь в службе удается решать даже самые сложные ситуации, невзирая на то, что каждая история уникальна. Особенно эффективна эта работа налажена в сфере взыскания алиментов. В виде очевидной и такой тенденции граждане обращаются в надежде о том, чтобы поскорее разошли те проблемные вопросы, которые у них есть. Для решения проявления взыскания алиментов в управлении проводится комплексная работа. Этот сегмент выделен в отдельную категорию, которая находится на постоянном контроле. И исполнять данные судебные решения поручены наиболее подготовленным судебным приставам. Нередко бывает так, что должник уже давно выполнил все обязательства, и исполнительное производство можно закрыть, но иногда в силу вступает человеческий фактор. Именно с такими ситуациями приставам приходится работать в ручном режиме. Так, например, произошло и с Оксаной Валещиной. Она попыталась узаконить придомовую территорию, но соседке это не понравилось. И та подала в суд. Мы подали, чтобы придомовую территорию законить. Но она начала подавать на нас встречные суды, и она выигрывала. Мы проигрывали, хоть преимеющие документы были. Дело повернулось так, что Оксана Александровна стала должницей. Сумма превысила 10 тысяч рублей, и ей запретили покидать пределы России. Эта мера пресечения сохранилась и после погашения долга, что выяснилось уже на крымской границе. Решить вопрос удалось только на личном приеме у руководителя ФССП. Женщину пообещали освободить от ограничения на выезд из страны. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Всемирный день рыболовства сегодня отмечают рыбаки со всей планеты. Рыбалка уже долгие годы считается одним из самых массовых увлечений для человека. Кроме того, это один из лучших способов уединения с природой. Одно из самых популярных мест для рыбалки в крымской столице – Симферопольское водохранилище. Здесь в любое время суток можно встретить как опытного рыбака, так и начинающего. Среди последних – Айяр. Молодой человек взял в руку удочку около месяца назад. За это время поймал несколько небольших карасей. Опыт перенимает у коллег по удочке постарше. Если попадаются рыбаки уже со стажем, скажем, так у них спрашиваешь, интересуешься. А вот Виктор рыбачит уже больше 15 лет. Симферопольское водохранилище – одно из самых любимых мест. Тут мужчина в начале лета поймал большого леща. Сегодня попадаться на удочку рыба не спешит. А на что уловите рыбу? На перловку. Существует несколько интересных фактов о рыбалке. Мировой рекорд самой долгой рыбалки – 32 часа. Самая тяжелая пресноводная рыба, которую удалось поймать – осетр весом 212 килограммов. В российском календаре есть отдельный день рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Мы переходим ко второй части выпуска. Смотрите далее. В России сегодня отмечается День молодежи. Чем живут и о чем мечтают молодые люди Крыма? Но город плохо оборудован для подростков. И если люди не идут в музей, музей сам придет к людям. Копии картин известных живописцев оживают и оживляют крымские улицы. Расписываем мы Крым довольно давно. Иногда делаем вот такие вот социальные проекты. Крымские полицейские совместно с бойцами Росгвардии в Красноперекопске задержали гражданина России, которого подозревают в совершении тяжкого преступления. С февраля 2018 мужчина скрывался от правосудия и находился в федеральном розыске. На поиск подозреваемого сотрудникам МВД потребовалось больше года. Найти потенциального преступника удалось в Красноперекопске. Полицейские и бойцы Росгвардии провели обыск в доме мужчины, а затем задержали его. При задержании разыскиваемый предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Однако его действия были пресечены. В настоящее время судом в отношении задержанного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина помещен в следственный изолятор. Оленинский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю. Его обвинили в производстве и хранении взрывных устройств. При обыске в доме подсудимого нашли два самодельных пиротехнических изделия. По информации правоохранителей, местный житель купил необходимые компоненты. По инструкциям, на основе тротила, гексогена, аммиачной, селитры и уротропина изготовил взрывчатку. Еще одно осколочно-фугасное устройство он собрал из трех килограммов тротила и модифицированного гранатного запала, переделанного в растяжку. В качестве поражающих элементов мужчина использовал обрезки арматуры и металлического прута. Подсудимый полностью согласился с обвинением. Ему назначили два года в колонии общего режима и штраф в размере 110 тысяч рублей. Ежегодно 27 июня в России празднуется День молодежи. Отремонтировать дороги, построить развлекательные учреждения и позаботиться о своих родителях. Наши журналисты решили выяснить, чем живут и о чем мечтают молодые люди Крыма. С такими вопросами мы вышли на центральные улицы города. Сегодня многие люди говорят, что молодежь не хочет учиться, не стремится работать, не занимается творчеством, не думает о семье и не строит планов на будущее. Эти тезисы мы решили опровергнуть и узнать на самом деле, чем живет и дышит крымская молодежь. Первый вопрос, который мы задавали – чего не хватает жизни? Денег из сна можно добавить и все будет прекрасно. И вся молодежь будет довольна и удовлетворена. Бюджетных мест в универе. Мне не хватает из-за того, что я провожу времени на практике, времени на работе и мне не хватает общения со своей семьей. Мечты у симферопольской молодежи примерно похожи. Среди самых популярных поступить в престижный вуз, открыть собственный бизнес и прыгнуть с парашютом. Были и респонденты, которые мечтают больше времени проводить с близкими людьми или завести свою семью. Стать бизнесменом, все, максимум, все, я мечтаю. Трехэтажный дом с большим двором, породистая собака. Просто поспать хочу. С хобби и увлечениями молодежь Симферополя в целом во мнениях сошлась. Спорт, музыка, рисование, а также хендмейд и чтение книг. Читать. Я очень много читаю. Еще рисую. Танцы, футбол, баскетбол, волейбол, морское поло. Мое хобби, получается, это просто развлечение на компьютере, ну а также я программирую иногда. Молодежь – это движущая сила, которая способна преобразовать наш мир. На вопрос, что изменили бы в России или в Крыму, многие сошлись в одном – не хватает качественных дорог. А в Симферополе молодежи негде провести свой досуг. Не обошли стороной военную реформу. Ребята считают, что срочная служба уже свою отслужила. У нас очень мало мест, где могут гулять и развлекаться подростки. То есть центры города, на этом как бы все заканчиваются, торговые центры плюс-минус. Но город плохо оборудован для подростков. То есть если маленьким детям еще есть куда пойти, и к взрослому пополению более-менее тоже, то нам это более проблема. Дороги. Дороги. Исправить дороги. Чтобы сделали военную реформу и сделали только контракт. Ставил бы побольше мест для курения, чтобы люди не курили в общественных местах, в определенных местах. Ну и поднял бы заработные платы и снизил цены. Подводя итог, можно отметить, что большое количество молодежи думает о будущем. Стремится сделать его лучше и более того, знает, как это сделать. Яна Витренюк, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Теперь для того, чтобы насладиться творчеством великих художников, совсем не обязательно отправляться в Эрмитаж или Третьяковскую галерею. Девятый вал, корабль среди бурного моря, портреты Толстого и президента Путина. Все это давно стало неотъемлемой частью Крыма. Культура оформления городских объектов уличными художниками продолжает набирать силу. Вскоре, как признаются авторы работ, полуостров может превратиться в картинную галерею под открытым небом. Где стены уже перестали быть просто стенами, оживив шедевры мировой живописи, видели наши журналисты. Вот так очередную стену в Крыму оживляют художники из Ялты Владислав. Это находится в Евпатории и пока она первая для города лишь на начальном этапе работы. А уже через несколько дней превратится в репродукцию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского. Почти такая же давно украшает собой одну из симферопольских улиц. Здесь же на листке бумаги служит образцом последователю морских пристрастий крымского гения. Раньше крымчане реагировали на творчество молодых талантов с опаской, но теперь, убедившись, что вкусу уличных художников можно доверять, с нетерпением и интригой ждут, какую улицу полуострова оживит кисть живописцев в следующий раз. В целом все позитивно воспринимается. На начальных этапах, естественно, это не выглядит как картина. Это больше как малярская деятельность какая-то воспринимается. Но потом ближе к завершению водители проезжают мимо, показывают палец вверх. То есть прохожие говорят спасибо большое. Ну, в целом очень благоприятно граждане принимают работу. Известно далеко не всем симферопольцам, но именно у этой стены на Севастопольской один из эпизодов «Кавказской пленницы» снимал Леонид Гайдай. Герой актера Демьяненко Шурик пытался преодолеть препятствия, оказавшись на свободе, а теперь увековечен тут же рядом с партнерами по кино Натальей Варлей, Владимиром Этушем, Юрием Никулиным и другими. Авторство своеобразной памятной доски киноленте принадлежит студенту Дмитрию Аксютенко. Чтобы с точностью воссоздать образы, трудился в летний зной неделю. Впрочем, как скромно заявляет художник-любитель, кроме погоды, трудностей не испытал. Главное – точно перенести на каменный холст кадр, воссозданный проектором. Наводится проектор, ты обвел чем можешь. Я забыл тут баллончик, обводил тряпкой с пальцем, макал стакан, значит, с краской обводил. А вообще, только это не граффити, это все сделано кисточками, это мурал называется. Не так давно у реки Салгир в самом центре Симферополя можно было посидеть, лишь вооружившись подручными средствами. Теперь здесь есть специально оборудованное место, где можно не просто отдыхать, а читать книги на свежем воздухе, декламировать стихотворения, петь и даже танцевать. Полюбившийся симферопольцам причал добра. Волонтерам также помогали оформлять художники. Если люди не идут в музеи, то музеи сами придут к людям. Соответственно, на улице города начали появляться вот такие арт-объекты. Первый мы создали целых пять лет назад. Это был арт-переход, который сейчас прославил Симферополь на всю Российскую Федерацию. Мы получили несколько наград за этот переход, которым был изображен Юрий Гагарин, Лев Толстой. И, соответственно, это стало вот такой визитной карточкой Симферополя. Мы поняли, что это действительно способ создать современные новые достопримечательности. В основном мы, конечно, исходим из запроса людей социума. У нас общество очень сильно нуждается в общественных пространствах. Это творческие площадки, такие, на которых мы сейчас находимся. Это причал добра, где могут молодые таланты презентовать себя, свои возможности, перед жителями города и гостями Крыма. В отличие от так называемых ночных художников, таланты, копирующие классиков, не враги, а союзники городских властей. В администрациях к творческой инициативе относятся не просто с пониманием. Наряду с остальными горожанами любуются новыми шедеврами. Очень красиво смотрится поворот с улицы Ленина на улицу Воровского. Мы не узнаем уже этот объект электроснабжения, который совершенно выглядит по-другому. Конечно, это лучше, чем просто какое-то заклеенное объявление между такого цвета здания. Конечно, это лучше. А вот и та самая уличная репродукция, когда-то просто трансформаторная будка, ныне произведение искусства. Играя на солнце яркими красками, провожает на южный берег к так любимому авторам морю, всех горожан и туристов. Кисть легендарного соотечественника без труда узнает армянин Вачик. Айвазовский? Нормально, хорошо отношусь. Красиво. Я смотрю, что все время меня интересуют айвазовские рисунки и красиво они. Еще одна и, пожалуй, самая ранняя работа местных художников – памятка о судьбоносной крымской весне. За развитием возвращенного под крыло России полуострова со стены здания внимательно наблюдает президент Путин. Художники заверяют, чувствуют поддержку не только от людей, но и от государства. Активисты уже озвучили идею сделать из полуострова настоящую галерею под открытым небом. Главное – понимание и одобрение прохожих, которые могут окунуться в мир искусства прямо по дороге на работу, не тратят деньги на музейный билет. Тарас Березицкий, Анна Беляева, Евгений Стариков, Артур Добряков. Служба новостей ИТВ. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ИТВ и узнавайте больше интересного вместе с нами. А я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова